Приветствую тебя мой дорогой зритель и напоминаю, что у тебя есть шанс совершенно бесплатно получить игру Wolfenstein The New Order. Для этого тебе нужно всего лишь максимально внимательно посмотреть это видео, найти в нем все три спрятанные фрагмента ключа и активировать его в стиме. Как только ты это сделаешь, не забудь отписаться об этом в комментариях, указав тайминг нахождения всех трех фрагментов. Ну а если тебе не повезло и тебя кто-то опередил, то не беда, подписывайся на канал, если еще этого не сделал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Кто знает, может следующая игра достанется именно тебе. Кстати, друзья, подскажите, в следующем видео мне озвучивать название игры, которую я спрячу или сохранить небольшую интригу? Просто мне показалось, что скорее всего многие могут подумать, что я раздаю какой-то инди-шлаг и тогда стимула искать ключ у людей не будет. А если озвучить название хорошей игры, то тогда стимул появится. В общем, я не знаю, как напишите, так и сделаю. Ну а речь в сегодняшнем видео пойдет о шутерах от первого и третьего лица, о десяти шутерах, которые легко пойдут на слабом ПК. И абсолютно каждый желающий сможет себе их установить. Так что усаживайтесь поудобнее и... погнали. Первая игра моего топа Wolfenstein. Wolfenstein 2009 года. Да, было время, когда студия Raven Software и ID Software под руководством компании Activision выпустила свой Wolfenstein с Blackjack'ом и магией. Действие самой игры происходит во времена Второй мировой войны, где на одном из своих заданий главный герой находит таинственный амулет, с помощью которого с легкостью отправляет на тот свет несколько десятков нацистов. Но со временем выясняется, что у них есть еще один амулет, с помощью которого нацисты хотят воспользоваться неким порталом в ад или что-то вроде того и создать армию суперсолдат. В вашей задаче как раз и будет помешать нацистам осуществить их план. Так что автомат в руки и вперед! Давайте не будем уходить далеко от тематики Второй мировой войны и взглянем на игру «Братья по оружию. Адское шоссе» или «Шоссе ада». Речь пойдет о последней на данный момент части серии, которая вышла аж в далеком 2008 году. Тут кстати слухи ходят, что новая часть находится в разработке и выйдет в 2018 году. Но это пока не точно, хотя все же почти 10 лет прошло с момента выхода прошлой игры. Так что почему бы и нет? Но не об этом. Действия же самой игры разворачиваются во время Второй мировой войны в Голландии, где нам предстоит играть за одного из американских десантников, чей отряд закинули в тыл к противнику с целью удерживать позицию до подхода подкреплений. Но как это обычно бывает, что-то пошло не так и солдаты остались один на один с врагом. Резидент Евл 5 В прошлом выпуске я говорил о четвертой части, почему бы в этом не поговорить о пятой? Выход этой части состоялся в 2009 году. По сюжету Крис Редфилд по приказу BSA отправляется в Африку, чтобы предотвратить сделку по продаже биооружия. Там же Крис и встречает свою новую напарницу Шеву, с которой ввязывается в новые неприятности. В свое время игра поражала всех своей великолепной графикой, отличным сюжетом и дарила множество положительных эмоций от совместного прохождения. Да, игру можно пройти как одному, так и со своим лучшим другом, но я бы все же рекомендовал с другом, ведь так намного веселее. Gears of War Ну я думаю, что все и так знают, что такое Gears of War. Это одна из лучших серий игр компании Microsoft. Но к большому сожалению, платформу ПК посетила лишь первая и последняя часть. И если последняя часть это новинка прошлого года, то вот первую часть потянет абсолютно любое ведро, что неудивительно, ведь игра вышла аж 11 лет назад. И подарив тем самым игровому сообществу новую вселенную, наполненную отличными сюжетными историями, увлекательным геймплеем, зрелищными добиваниями, качественно поставленным экшеном, особенно при битве с гигантскими боссами. Так что если ты еще не знаком, то ознакомься. Первая часть есть на ПК. Spec Ops The Line Вы знаете, наверное в эту игру уже успел поиграть каждый. Эта игра стала, пожалуй, одной из лучших игр 2012 года, подарив игрокам очень, очень хороший сюжет. Мало кто из представителей подобного жанра может похвастаться тем же. Но у Spec Ops The Line это получилось. Разработчики из студии Егер Девелопмент создали действительно потрясающую игру со своей фирменной атмосферой. Действие самой игры разворачивается в городе Дубай, который до основания засыпало песком, из-за чего большинство жителей вынуждены были покинуть город, а те, кто остались, превратились в бандитов и обычных мародеров. Отряду Дельта предстоит пройти через весь город, прежде чем они узнают, что же случилось с 33 батальоном. Сингулярити. Это отличный экшн-шутер от первого лица, который вышел в свет в 2010 году, и действия которого происходят на заброшенном острове Беринга, где советскими учеными был обнаружен элемент 99, с помощью которого советские ученые могли во многом опередить развитие мира на годы вперед. Но так как элемент оказался очень нестабильным, на острове произошла авария, в результате которой не выжил никто, и проект был заморожен. И вот в 2010 году спутник США зафиксировал на острове подозрительную радиационную активность, и на разведку был отправлен отряд морской пехоты США. Подлетая к острову, бойцы еще даже не догадывались, что их там ждет. Бордерлендс. Бордерлендс это один из лучших, если не лучший, кооперативный шутер от первого лица, действия которого разворачиваются в далеком будущем. Если быть точным, аж в 5252 году. На планету Пандора, что на краю галактики, прибывает корабль с колонистами. Но спустя время люди понимают, что на планете нет почти никаких ценных ресурсов, и планета очень быстро становится бесполезной, до тех пор, пока на ней не находят некое хранилище, которое скрывает несусветные богатства и множество тайн. Хранилище начинает привлекать к себе все больше и больше внимания. На его поиски прибывает все больше и больше людей и групп наемников. И вот как раз за одну из таких групп вам и предстоит играть. Зовите друзей, выбирайте себе персонажа и вперед на поиски приключений. Крайзис Крайзис, игра которая вышла аж в 2007 году и которая до сих пор является эталоном превосходной графики. И при этом идет на любом ведре. Эх, помнится в свое время, как раз для нее я и покупал уже свой второй ПК. Действия игры происходят на острове Лингшан, который принадлежит КНДР, на котором ведут свои археологические раскопки ученые США. Но вот однажды вся связь с учеными обрывается, и на полученный сигнал бедствия отправляют спецподразделение хищник, который оснащен последним словом техники. А именно универсальным нано-костюмом, благодаря которому обычный человек становится суперсолдатом. Уничтожь сотни корейцев и не дай пришельцам уничтожить землю. Играй в Крайзис. Left 4 Dead Один из лучших кооперативных шутеров и по совместительству отличный зомби-экшен. Цельного сюжета у игры, к сожалению, нет. Цель вашей игры заключается лишь в том, чтобы с точки А добраться в точку Б. Но на вашем пути всегда будут стоять полчища зомби, среди которых будут попадаться и особо мутированные твари. Как, например, толстяки, курильщики, охотники и ведьмы. Любой лишний шум в этой игре будет привлекать к тебе все больше и больше зомби. Но тебя всегда смогут прикрыть твои верные друзья. Так что зови корешей и вперед! Пора на войну! Ну и завершу я, пожалуй, свой топ игрой Alan Wake. Великолепная игра от студии Remedy, продолжение которой ждут с нетерпением. Alan Wake вышла в 2010 году и, помимо великолепного сюжета, подарила еще и отличную атмосферу, увлекательный геймплей и запоминающихся персонажей. По сюжету главный герой, Alan, вместе со своей женой приезжает в город Брайт-Фоллс, где собирается найти вдохновение для своей новой книги. Но вот незадача, герои его произведений начинают оживать. Исчезает его жена и смерть идет за ним по пятам. Так что теперь ему предстоит разгадать тайну этого города и понять, что же стало с его женой. Заинтересовал? Тогда вперед! Ну а на этом все. Мне остается лишь напомнить вам о спрятанной в этом видео игре. И о том, что в следующем видео, помимо счастливчика, который активирует игру, я добавлю также несколько самых остроумных и хороших комментариев. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем удачи и пока!